всем привет дорогие друзья гости нашего канала сегодня замечательный день волнуют волнительный ответственный сегодня мы идем на квартиру подписывать акт приема передачи проверим все ли там в порядке нужно посмотреть по мелочи не были установлены розетки они были закрыты вот эти электрические проводы что еще ну и нужно было замазать кое-где там пару мест с покровкой вот так же мы еще не видели на территории хамама сауну что еще ну пола остальное все мы видели аквагорка стоит спортивная площадка стоит баскетбольное поле стоит уже детская площадка стоит начали начали укладывать плитку в бассейне тоже думаю что в июле уже наверно бассейн будет работать вот что еще вы уже видели нашу квартиру показывать ее повторно не буду просто посмотрим еще на сауну и хамам они уже готовы вот как видите и сами риэлторы говорят что не ожидали что будет такой качественная качественная отделка все все вся фурнитура двери мебель все очень качественно все все хорошо сделали спасибо огромное застройщику еще раз уточню момент что очень порадовало то что к моменту сдачи дома передачи ключей ключей от квартиры застройщик постарался сделал искан очень важный документ без которого напомню мы выплатили бы жители повышенные тарифы за электричество и за воду обычно это огромная проблема в турции что застройщики не оформляет искан искан это означает что дом передан в эксплуатацию с соблюдением всех нормативных нормативов не нарушая никаких осман не нарушая никаких нюансов то есть администрация дает документ есть соблюдены соблюдены все стандарты если было разрешение на строительство все 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 эти тонкости строительные если они соблюдены то застройщик получает искан без проблем но очень много очень много таких домов которые не получает искан и живут годами в таких домах в принципе но все-таки хотелось бы соблюсти все и иметь на руках этот волшебный документ ну что друзья давайте поедем посмотрим на нашу стройку еще раз а именно хамам и сауну очень хотелось сауну потому что как я вам рассказывала на протяжении всей зимы было очень холодно дома мыться несмотря на то что у нас был масляный обогреватель несмотря на то что у нас был масляный радиатор дома мыться зимой в турции холодно если нет у вас отопления в нашем доме уже подведены как бы есть выводы под радиатор под батареи и есть место для установки котла мы пока туда установим бойлер для нагрева воды дальнейшем когда газ дойдет до нашего района ориентировочно через два года обещают провести газ в нашем районе где мы будем жить и конечно же хотелось бы тоже установить газ и жить в теплой квартире зимой температура хоть она на улице и плюс 15 ночью бывает что до 0 градуса бывает неделька такая холодная зимой вот ну что друзья поехали посмотрим делитесь впечатлением понравится ли вам сауна и хаман сама еще не видел не знаю но в предвкушении пришли мы на территорию вот такой бассейн через три недели обещали это душ это туалет туалет мы идем смотреть сауну и хаман бураса сауна это сауна улова о залья чоку за роман с чоку за арикал это камень тёплый это хамам, это сауна, вот такая сауночка небольшая, но это женский или мужский, и второй еще отдельно идет, вот такая сауна, вот такая сауна, вот такая сауна, вот это башка я поняла, так вот он вот это все это все она готова, они готовы все уже. Детская площадка, бассейн, прикольно. Вручение ключей. Все, друзья, мы закончили дела с квартирой, мы приняли квартиру, посмотрели розетки, там оставались только розетки, сейчас электрик заканчивает последнюю розетку и все. И мы можем завтра приезжать и убираться. Завтра еще раз поедем, уже с тряпками, с ведрами начнем уборку.